Не стало Ария Гута. Известный общественный деятель, журналист, эксперт в области международных отношений на протяжении долгих лет он отстаивал интересы родного для него Азербайджана на международной арене, популяризировал его древнюю историю и культуру. О толерантности и азербайджанской модели мультикультурализма Ария Гут рассказывал на различных платформах. Он представлял Бакинский международный центр мультикультурализма в Израиле с 2016 года. Друзья, привет! Как говорится о покойных, либо хорошо, либо никак. Вчера в Израиле умер азербайджанец по имени Рашид Абдулай, более известный под псевдонимом Арье Гут. Активист, отвечавший за пропаганду режима Алиева и позиционирование азербайджанской толерантности в государстве Израиль. Он был заседателем израильского русскоязычного 9-го телеканала, где исправно раз в 2-3 недели клеймил позором Армению, рассказывал зрителям про ужасы хаджалы, про ужасающий антисемитизм армян и прочее. Еще он вещал израильским зрителям, что родители Никола Пашиняна, премьер-министр Армении, чуть ли не родственники Гитлера, ну и прочие удивительные вещи. Также именно он был, скажем так, дежурным по Израилю, если можно так выразиться, для пропагандистских азербайджанских телеканалов СТС и АСТВ, где он был постоянным гостем, рассказывая азербайджанцам про фантастическую уникальную дружбу еврейского народа и азербайджанского, берущего начало еще с эпохи ранних динозавров. Наверное, если бы он владел ивритом, кстати, по непонятной причине, прожив в Израиле более 25 лет, иврит он почему-то так и не освоил, то если бы он владел ивритом, он попытался бы пробиться на центральные израильские телеканалы, не ограничиваясь русскоязычной девяткой, которая охватывает от силы там пару процентов израильского населения, которое просто не владеет другими языками, среди которых преимущественно пенсионеры, выходцы из Азербайджана. Азербайджанские СМИ называли Арье Гуте ведущим израильским экспертом, политологом, общественным деятелем. В то время как в Израиле Арье Гуте, собственно, никто и не знал. То есть, он был известен исключительно в среде выходцев из Азербайджана и определенного числа русскоязычных пенсионеров, которые смотрят вот этот вот девятый канал. Собственно, и никакого отношения он ни к израильской политике, ни к общественной деятельности тоже никогда и не имел. Ну, как известно, все, кого Азербайджан выдает как ведущих политических деятелей, либо экспертов, ну, по большому счету, в массе своей это какие-то просто самозванцы, никого неизвестные, которых сам же Азербайджан для своей внутренней аудитории возводит в ранг людей, которые имеют некое влияние на мировую политику. И также это работает наоборот. Когда Азербайджан хочет какого-то неизвестного никому, неведомого человека возвести в ранг великого врага Азербайджана, ну, как меня, да, я великий враг Азербайджана, путешественник из Израиля, да, то они начинают раскручивать, что он там страшнее, чем Горигин Жде и Роберт, этот самый Роберт, я даже знал, Кочерян. Вот все они вместе взяты, да, и либо они делают, из одного человека делают великого политолога, в кавычках, про которого никто, кроме как на азербайджанском телеканале и не слышал, либо из другого малоизвестного человека делают великого врага древних олбанцев. Ну, ладно, шутки в сторону. Лично я, Парье Гута, впервые услышал вскоре после попытки меня убить в бакинской судьме 10 сентября 2017 года, когда перепугавшийся Ильхам Алиев после нападения поспешил меня помиловать, и меня отправили в Израиль личным самолетом президента Алиева. И там я еще в течение двух недель проходил лечение из-за нанесенных травм. Я напомню, что четверо азербайджанцев в масках забили меня там до полусмерти. Позже, готовя судебный иск против режима Баку, я изучал новостные выпуски вот той эпохи, когда я был в тюрьме, то есть я их не мог смотреть, уже был в тюрьме, и наткнулся на то, что некий политолог, общественный деятель по имени Арье Гут, про которого я никогда не слышал, якобы был на постоянной связи с моей семьей, принял некое покаяние моей мамы и вообще, несмотря на криминальную сущность Лапшина, то есть пытался мне помочь. Я несколько был удивлен. Я спрашиваю, мама, ты знаешь такого человека Арье Гута? Якобы ты ему писала какое-то покаяние, а он якобы тебе помогал и был на связи с нашей семьей. Мама сказала, что я никогда даже не слышал такого человека. А кто это такой? Ну, думаю, как-то странно. Помню, я поинтересовался у моих близких и друзей, ну, других каких-то, знакомы ли они с неким Арье Гутом. Кстати, я тебе тоже ответил, что впервые слышал, что вообще не знаю, кто такой Арье Гут. То есть никто к нему никогда не обращался, ни в чем не каялся, не общался и уж тем более никакой помощи от Арье Гута никто никогда не получал. Иными словами, получается, что Арье Гут банально соврал от начала и до конца, ну, еще и зачем-то своим грязным языком помянув мою маму. Вообще, мне кажется, поминать родителей это, ну, мягко говоря, некрасиво. Также по сей день, сей господин, во время моего ареста, через все доступные ему в Израиле каналы связи, преимущественно русскоязычные, девятый канал, потому что ивритом он практически не владел. Он пытался протолкнуть Альевскую ложь про то, что якобы Лапшин, то есть я нарушил государственную границу Азербайджана. Я вам напомню, что Карабах посещали сотни тысяч, а может быть и миллионы туристов, общественных деятелей, политиков, но не посещал только. Но только Лапшин смог взорвать Азербайджан, грубо говоря, и всю эту страну, скажем так, поставить на колени своей поездкой. Ну, а кого еще они привозили личным самолетам президента? Еще Гут рассказывал, что Лапшин вступил в преступную связь с какими-то карабахскими сепаратистами, в принципе, не лично возглавил карабахское движение, затмив саму Молта Милканяна и Горькина Амждей вместе взяток. Это в ходе, видимо, единственной поездки в Карабах, в 2011 году, где я там провел два дня на прокатной машине, я уже возглавил карабахское движение. Ну, просто грустный анекдот. Вот, а когда я вернулся в Израиль, то изучив всю эту примитивную клевету со стороны покойного Рашида Абдулаева, Арьегута, то бишь, первая моя мысль была подать на него в израильский суд за клевету в мой адрес. Тем более, что адвокаты, изучив материалы, все эти видеозаписи, его публикации, сказали прямым текстом, что этот Арьегут, Рашид Абдулаев, наговорил столько, чтобы против его воли стать спонсором моего кругосветного путешествия. А может, двух кругосветных путешествий. И все же я решил в суд на Арьегута А.К. Абдулаева не подавать. Знаете почему? Потому что я не хотел делать Абдулаеву рекламу. Он, на мой взгляд, должен оставаться в рамках узкой аудитории выставок из Азербайджана. И выводить новости про наши с ним судебные тяжбы на уровень центральных СМИ Израиля на языке иврит, которые смотрят весь Израиль, было бы нерационально. Но, то есть, получив от него через суд какую-то денюжку на мои путешествия по статье о Кривите, я бы, тем не менее, сделал бы ему рекламу, которой он не достоин. И тем более Азербайджан не достоин того, чтобы каким-то образом пробиваться на центральные израильские телеканалы, получается, вот на моей теме. Тем более, что параллельно шел суд против Азербайджана и Европейского судебоправного человека в Страсбурге, выигранный 20 мая 2021 года, когда Баку был признан виновным в незаконном аресте меня, в пытках по кушейному убийству, а также шла работа в ООН по принятию резолюции, осуждающей Баку и Минск за мой арест и незаконную экстрадицию. Эта резолюция, как вы знаете, была принята 7 сентября 2022 года, то есть две недели назад. Помню, в начале два вырвавшихся из азербайджанского плена, весь побитый, поломанный, и два выбравшихся из больницы, будучи несколько на эмоциях, по понятной причине, я обратился к журналисту Борису Белодубровскому, этой телеведущей девятого израильского канала, который как раз регулярно приглашал Рашида Абдулаева, то бишь Ария Кута, к себе на передачу. Тут надо сказать, что мы с Белодубровским, Борей, вместе служили в израильской армии, знакомые порядка 30 лет. Я объяснил Боре, что если даешь трибуну этому человеку, который поливает меня грязью, твоего старого друга, да, ну, наверное, было бы справедливо и выгодно для рейтинга вашего канала, пригласите меня, то есть типа как барьеру, да, я пообещал вести себя культурно. Чтобы мы и Абдулаев А.К. Ария Кут встретились в эфире, я пообещал, что, значит, все будет хорошо. Я вообще человек не агрессивный. Тем не менее, по словам Белодубровского, этот Ария Кут, едва только услышав про перспективу встретиться со мной в прямом эфире, тут же слился, да, сославшись на исключительную занятость проблемами Азербайджана. Ну, собственно, ребят, это все, что я хотел рассказать про личность покойного. Ну и, как говорится, земля ему пухом, о покойниках либо хорошо, либо никак. Пока, ребят. А если хотите поддержать мой канал, мою деятельность и в отношении преступления Азербайджана, и мои путешествия, неважно, ваша помощь реально очень нужна. Внизу, в описании реквизиты. Пока.